Добрый день! Сегодня мы с вами приготовим гороховый суп. Этот суп проверен временем и моими детьми, и не только моими. Его едят даже те дети, гости мои и друзья моих детей, которые принципиально не едят супы вообще. Но этот им нравится. Что нам для этого понадобится? Растительное масло, пару столовых ложек, непосредственно горох один стакан, столовая ложка томатной пасты, лавровый листик одна штука, два черных перчика горошком, полторы столовых ложки соли, три картошки, одна средняя морковка, одна средняя луковица, три сосиски и пару кусочков филе бедра курочки. Обратите внимание, что я буду использовать вместо копченостей, которые хорошо идут к гороху, я буду использовать сосиски. Потому что для детей это будет лучше. Подготовим продукты непосредственно для варки супа. Порежем на порционные кусочки куриное филе. Горох я уже промыла. Обратите внимание, я его не замачивала, потому что я буду варить в скороварке. И там оно у меня очень быстро разварится. Если вы будете готовить в кастрюле или в мультиварке, то лучше замочить его заранее. Можно замочить на ночь в питьевой водичке, можно на пару часов, тогда он приготовится быстрее. Режу кубиками картошку. Лук я порежу очень мелко. Так как тот вопрос, когда дети не любят лук в супе, меня сторона не обошел. И он должен быть в моем случае почти невидимый. Когда они его не видят, то суп очень прекрасно идет на ура. Теперь потру морковку. Теперь, если вы готовите, как и я, в скороварке, то все процессы дальше будут проходить в ней. Если вы варите в кастрюле на плите, то нужно взять сковородку, разогреть ее и добавить пару столовых ложек растительного масла. Дальше мы добавим лук. Я не буду его обжаривать. Я вижу слегка, буквально несколько секунд. Я его буквально чуть-чуть потирую. Туда же добавлю морковку тертую. Она у нас тоже буквально чуть-чуть притушится. Теперь добавим столовую ложку томатной пасты. И размешаем. Я буквально размешаю эту пасту с овощами. И буду дальше закладывать все продукты. Если вы готовите на сковородке, то сковородку нужно просто убрать с огня. Я засыпаю сюда вымотый горох, куриное мясо и сосиски. Особенность в скороварке позволяет мне это сделать. Заложить все продукты одновременно. Залью водичкой. И добавлю соль, перец, лавровый листик. И еще я добавлю пару столовых ложек замороженного укрота. Если бы был свежий, я бы добавила несколько веточек свежего. В замороженной. Вот и все. Теперь я включу мою скороварку на 18 минут. За это время все приготовится и горох станет пюреобразным. Я включаю скороварку и у меня это будет готовиться 18 минут. Если вы готовите на плите в кастрюле, то порядок действий будет немножко другой. Нужно будет сперва поставить и сварить горох. Почти до готовности. Позже добавить филе. Потом картошку. Потом нашу, ну можно сказать зажарку, но это не зажарка. Притушенные овощи, лук с морковкой и томатной пастой. Потом сосиски. И приправы. Количество продуктов я брала из расчета на 3-х литровую кастрюлю. Пока варится суп, мы приготовим гренки. Просто порежем хлеб на небольшие квадратики. Теперь этот хлебушек нужно просушить. Я это сделаю в аэрогриле. Просушу до золотистого цвета. Это можно также сделать на сухой горячей сковородке или же в духовке. Греночки у меня готовы. Золотистые, красивые. Запах стоит невероятный от этих гренок. И супчик тоже готов. Запах стоит сногсшибательный. Сейчас будем разливать по тарелочкам. Так выглядит наш супчик при подаче на стол. Подписывайтесь на мой канал. И мы вместе с вами приготовим еще много вкусных блюд, которыми вы сможете порадовать дорогих и близких вам людей.